Всем привет! С вами снова Мила и канал Болливуд Тайм. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Сегодня я расскажу вам о прекрасной актрисе Хеме Малини. Хема Малини была третьей южно-индийской актрисой после Ви Дженте Малы и Вахиды Рахман, ставшей главной кинозвездой Болливуда. На пике карьеры она обладала таким сильным коммерческим влиянием, что ведущим актерам, таким как Дефанант и Раджеш Кханна, пришлось обращаться к ней, чтобы добиться столь желанного успеха. Когда фильмы Дева Ананда в 70-х, особенно с Зинатоман, терпели неудачу в прокате, защитник бедных с Хемой Малини стал хитом и поддержал его в качестве ведущего актера. Когда фильмы Раджеша Кханны начали проваливаться, ее город любви подарил Раджешу новую жизнь, пусть даже временно. По иронии судьбы, актриса, которая правила Болливудом, начала свою карьеру на юге, где ее карьера почти закончилась, толком и не начавшись. Хема родилась 16 октября 1948 года. Ее первый режиссер Шридхар выгнал ее из Томильского фильма, который он снимал в 64 году, заявив, что она не имеет звездной силы. Обиженная Хема решила, что добьется успеха там, где это имеет наибольшее значение – в мире Болливуда. Мало того, что она это сделала, так еще тот же самый Шридхар прибежал к ней с предложением сняться в его фильмы «большая афера». Хема начала свою карьеру в Болливуде, заменив великую Виджаэн Тималу в паре с Раджем Капуром в фильме «Продавец мечты» 1968 года, где на плакатах красовалась ее фотография с надписью «Девушка мечты». Фильм провалился, но ее оценили по достоинству. С Верой и «Меня зовут Джонни» Хема стала главной звездой хинди-кино, а Зита Игита вообще сделала ее культовой. За эту роль Хема была удостоена премии Filmfare. Череда успешных фильмов, особенно в паре с Тхармендрой, все выше и выше поднимали Хему Малини к славе. Пара, которая впервые сыграла вместе в таких проектах, как «Красивые упрямы» и «Благородство», стала очень любима зрителями. Тот факт, что Хема и Тхармендра полюбили друг друга в реальной жизни, только добавил им искренности на экране. Хема Малини доказала, что она умеет играть глубоко и проникновенно, если ее правильно направить. Чего только стоит роль коварной любовницы Раджа Кумара в фильме «Красный камень», где она заставила зрителей сочувствовать своей отрицательной героине. Или роль молодой вдовы с сыном, влюбившейся во вдовца, которого играет Шамми Капур в жесте. Это была роль, отвергнутая большинством актрис Болливуда, поскольку они не хотели рисковать своим имиджем и играть вдову и молодую мать. Хема взяла на себя эту роль и, надо сказать, сделала ее своей. Она также пыталась изменить свой гламурный образ, работая с режиссером Гульзаром и сыграла свои лучшие роли в его фильмах «Забытая жена», «Два берега» и «Мира». Также, воссоединившись с Ромешем Сиппи после «Жеста и Зиты и Гиты», она снова продемонстрировала свою многогранность в мультизвездном боевике «Мести закон» 1975 года, где сыграла очень разговорчивую и привлекательную Басанти. Хема Малини правила миром Болливуда на протяжении 70-х годов, выступая со всеми ведущими актерами своего времени. Ее правление закончилось к началу 80-х, когда на арену вышла еще одна южная актриса Рекха. Хема, тем не менее, продолжала сниматься в кино, играя теперь роли сильных героинь. Среди ее более поздних фильмов она особенно хорошо выступила в фильмах «Слепой закон», «Вдова судьбы» и «Освобождение». Но большей ценностью для Хемы, конечно же, была семья. Она родила двух дочек и посвятила их воспитанию много времени. Хема вернулась на экраны в фильме Рави Чопра «Любовь и предательство» в 2003 году в паре с Амитабхом Бачаном. И в своих последующих проектах Хема тоже была в паре в основном с Амитабхом. Виры Зара, Папа, Ганга и это лишь некоторые из них. Помимо этого, Хема пробовала себя в кинопроизводстве, став продюсером в таких картинках «Хозяин», «Западня», «Скитания» и «Марк» фильм, который так и не вышел в прокат. А еще она сняла фильмы «Танцовщица Кабаре», «Скажи мне Боже» и «Мохини» для телевидения. На личном фронте у Хемы было много поклонников. Среди них Джитендра и Санджив Кумар, которые предлагали ей руку и сердце. Но свое сердце Хема отдала от Хармендри, несмотря на то, что он был женат и имел четверых детей. Хема пренебрегла условностями, став его женой в 1979 году и родив ему двух дочерей – Эшу и Ахану. Однако нравственно безупречный имидж актрисы был настолько силен, что она практически не подверглась клевете со стороны неумолимой прессы и общества. Хема Малиней также сняла сериалы «Танцовщица» и «Женщины Индии». Она была награждена премией «Падмашри» в 1999 году за вклад в индийское кино, а сегодня является членом парламента, отправящей партии из страны BJP. Друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски и обязательно подписывайтесь на канал. С вами была Мила, до новых встреч!